МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь-4. Из всех событий, уходящих 7 дней, мы выделяем главные, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте! Забота о здоровье детей. Главный вклад в будущее. Для юных жителей Комарина открыли бассейн. Это только часть масштабных преобразований в городском поселке. Эпоха, которая стала фундаментом для современной белорусской государственности. На неделе в Гомеле отметили столетие БССР. Культура производства. О праве на безопасный труд. Большое интервью программе. С верой в сердце православные верующие отпраздновали крещение Господне. Все подробности этих и других событий и жизни региона в ближайшие 26 минут. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На этой неделе в городском поселке Комарин Брагинского района открылся бассейн для детей. Этого события здесь ожидали почти 17 лет. Вообще, за последний год в Комарине произошли значительные изменения, которые затронули практически все сферы. С местными жителями встретились наши корреспонденты. Еще в июне прошлого года бассейн в Комаринском детском саду выглядел таким образом. Его построили еще в 1991-м, однако из-за отсутствия в учреждении горячей воды он не работал ни одного дня. В марте прошлого года здесь побывал председатель Гомельского облсполкома Владимир Дворник, который принял окончательное решение. Бассейн нужно восстановить. Научить детей плавать в горпоселке можно было только летом и только на реке. Плавать немножко мы уже умеем, правда, еще и на дунных рукавах, ну, рукавах, но уже плаваем сами. Научились на речке, но бассейн нам пойдет на пользу, потому что купаться мы любим, поэтому то, что открылся у нас в нашем садике бассейн, это большой плюс. По сути, в Комаринском детском саду открыли новый бассейн. Старые конструкции полностью демонтировали и построили новые, отвечающие современным санитарным требованиям. Из местного бюджета на эти цели выделили более 390 тысяч рублей. Это не считая затрат на подведение инженерных коммуникаций. Благодаря открытию бассейна, горячая вода теперь появилась во всем детском саду. Еще около 100 тысяч направили на ремонт здания. По этому саду практически все закончено, остались какие-то мелкие косметические детали, двери нужно заменить в подсобных помещениях, отремонтировать несколько специализированных кабинетов, кабинет дефектолога, кабинет психолога. Для детей, где занимаются дети, групповые помещения отремонтированы все. Внимание к работам, которые проводятся в Комарине, тем более значительное, что именно он 23 сентября 1943 года стал первым районным центром Беларуси, освобожденным от нацистских захватчиков. Один из проектов, который реализуется в городском поселке, посвящен именно этой теме. Сегодня здесь создается Парк Победы. Зимой работы приостановлены, однако о масштабах задуманного можно судить уже сейчас. На территории парка будут находиться братская могила солдат и офицеров Красной Армии и обелиск в их память. Здесь же расположится выставка военной техники, детская площадка и благоустроенная территория для отдыха. Заложен парк в Комарине с учетом обустройства центральной части города. Установлена стела, которая символизирует Победу в виде трех штыков, возвышающихся к небу. Также обустроен детским городком данный парк. Будут благоустроены дорожки, высажены деревья. И в центре города Комарина появится удивительное место, посвященное этому легендарному событию. В рамках запланированных работ по благоустройству Комарина здесь заменили часть инженерных сетей и провели ремонт социально значимых объектов. Местному культурно-спортивному центру почти три десятилетия, однако за это время он ни разу не ремонтировался. Теперь эту недоработку исправили. Впрочем, говорить о том, что все проблемы горпоселка уже решены, все-таки рано. Комаринский дом быта открыли в 1987 году. В 2009 его реконструировали. Однако теперь во всем двухэтажном здании работает всего один мастер-парикмахер. Сегодня комплекс приносит стабильные убытки, а местные жители жалуются на отсутствие бытовых услуг. Вместе с тем, один важный для местных жителей вопрос уже решен. В декабре прошлого года жительница Комарина Тамара Соловьева позвонила на прямую телефонную линию с участием председателя облсполкома Владимира Дворника с просьбой о пересмотре маршрутов общественного транспорта и установке автобусных павильонов. В свое время движение организовали таким образом, что все автобусы и маршрутные такси едут только по главной улице до центра поселка. В результате почти треть местного населения, в основном пенсионеры, осталось без транспортного сообщения. Теперь эта проблема останется в прошлом. Поселок большой, разбросанный, расположен где основной остановочный пункт. Нам, с наших улиц, Луговой, в Тугановке, два километра. А частный сектор – это одни пенсионеры, которым тяжело добираться. Теперь еще остановку поставили до Нового года, но еще нету, не утверждено расписание. Но райисполком занимается этим вопросом. Они написали письма туда, у Гомель-пассажир-транс на улице Реческая. Ну, сказали, что будут вывешивать это самое расписание. И нам вообще-то, да, вышел, и мы уже поехали. Олег Сентюров, Ольга Коновалова, Валерий Гопанько. Новости недели. На уходящей неделе в Гомеле состоялось торжественное собрание, посвященное столетию со дня образования Белорусско-Советской Социалистической Республики. БССР – целая эпоха в истории, которая просуществовала почти весь XX век и стала фундаментом для современной белорусской государственности. Наши корреспонденты встретились с профессиональными историками и руководителями предприятий, работавшими в это время. Эпоха нескольких поколений, яркие страницы истории БССР – в следующем сюжете. Конец 1918-го, непростое время, 30 декабря того года, в Смоленске начала работу шестая конференция организации Российской социал-демократической рабочей партии Северо-Западной области. Название «Западная область» для нынешней Беларуси предложил еще председатель Временного правительства Александр Керенский. Впрочем, и после решения конференции о создании новой республики здесь мало что изменилось. В 2016-2019-го года ЦК Российской коммунистической партии принимает решение, что Витебскую, Могилевскую губернии и, в общем-то, вернуть состав Российской Федерации. Поэтому Гомель находился в составе РСФСР до 1926-го года. Давайте смотреть на историю немножко еще и предыдущую. Ведь первая белорусская партия БСГ, Белорусская Чистическая Громада, и другие потом белорусские партии в 1917-м году, автономисты и другие, стояли на точке зрения о том, чтобы создать политическую и культурную автономное объединение, культурно-политическую автономию Беларуси в составе Российской Демократической Республики, как и до революции, так и особенно после революции. То есть большинство из состава России, в принципе, не выходило. Официально это образование просуществовало всего несколько недель. Уже 27 февраля 1919 года прошло заседание исполкомов Литвы и Беларуси с принятием решения о создании Литовско-Белорусской ССР. Впрочем, и она просуществовала всего несколько месяцев. Это было действительно непростое время. И на фоне всего этого – мечты большевиков о всемирной революции. Мяснюков, Кнорин ставили вопрос о том, что вообще существует ли вообще белорусская нация. То есть те, которые находились у руководства противносоветской здесь, на территории, когда эта советская лазерная устанавливалась, они несколько иное мнение имели, потому что идея была мировой революции. И они считали, что эти национальные рогатки, перегородки, они мешают мировой революции. Вообще, суверенитет Беларуси в то время провозглашался дважды. Причем во второй раз речь уже шла не только о государственности, но и объединении этнически родственных территорий. 31 июля 1920 года – второе провозглашение ССР в СССР. СССР в СССР. А вот уже позже, в 1920 году, в конце 1920 года, в начале 1921 года, стали все больше возникать вопросы о возвращении территории, присоединении территорий этнических. Не все планы, озвученные в 20-е годы 20-го века, удалось реализовать в запланированные сроки. Провозглашенный еще в 1921 году председателем Совнаркома Владимиром Лениным план электрификации страны был рассчитан на 15 лет. Однако в Беларуси он был полностью реализован только в начале 60-х. О причинах такой продолжительной реализации можно спорить, однако очевидно одно – после того, как в белорусские деревни пришло электричество, они обрели новую жизнь. Председатель СПК «50 лет октября» Григорий Шпаков на этой должности уже почти полвека. В 1969-м начинался строительство новых ферм и жилья для сельчан. Практически полностью разрушенная во время Великой Отечественной войны страна переживала свое второе рождение. В 1960-е-80-е годы у Белоруссии под руководством первого секретаря Компартии страны Петра Машерова этап ускоренного развития. Мы начали вести более крупное строительство. Начали с первого года строительство жилья. Строили не только подрядные организации, двухэтажные дома со всеми удобствами, а и строили своими силами двухквартирные дома. Поэтому как-то быстро была решена проблема с кадром. Люди стали тянуться, все места были заняты. Он и сегодня на рабочем месте. Григорий Шпаков – кавалер орденов и медалей Белорусской Республики. По итогам прошлого года возглавляемое им хозяйство занесено на областную доску почета. Руководитель одного из лучших хозяйств в Гомельской области думает о будущем, однако никогда не забывает о прошлом. В теперь уже далеком 1948-м он вступил в Комсомол, чтобы быть полезным своей родине. И несмотря ни на какие трудности, никогда не изменял своей цели. Мы с Нового Барсука в феврале месяце 35 километров пешком шли в районный комитет Комсомола для поступления. Пришли в приемной, переночевали, завтра нас приняли в Комсомол. И мы с радостью, удовлетворенные, вдохновленные, обратно 35 километров пешком. 27 июля 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете БССР. 19 сентября 1991 года Белорусская Советская Социалистическая Республика была переименована в Республику Беларусь. А это уже наше время. Сегодня вековой юбилей БССР – хорошая возможность вспомнить вехи истории белорусской государственности и сказать слова благодарности тем, кто строил ее суверенитет. На неделе в Гомеле состоялось торжественное собрание, посвященное столетию со дня образования Белорусской Советской Социалистической Республики. Почетные грамоты, памятные медали, благодарности. Сегодня Беларусь – самодостаточная нация со своим прошлым, настоящим и будущим. Олег Сентюров, Елена Троценко, Евгений Макеенко, Валерий Копанько. Новости недели. Вы смотрите Новости недели. Коротко о главных событиях из жизни региона далее в обзоре от службы информации. На уходящей неделе президент Беларуси Александр Лукашенко дал согласие на назначение руководителей местных исполнительных и распорядительных органов. В частности, Павел Селивончик назначен на должность председателя Ветковского райисполкома. Наравлянский район возглавит Руслан Смирнов. Виталий Сушко будет работать на должности председателя Рогачевского райисполкома. В реализации региональной политики во главе угла стоит человек. Об этом во время выездного заседания Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению заявил ее председатель Александр Попков. По его словам, особое внимание органам власти стоит уделять вопросам, с которыми соприкасаются люди. Это, в частности, заработная плата, пенсии, социальная защищенность детей и пожилых людей, работа отраслей здравоохранения и образования. Постоянная комиссия изучила социально-экономическое развитие Чечерского района, решение различных вопросов жизнеобеспечения людей. Участники заседания пообщались с местными жителями. Были организованы приемы граждан в райцентре и в сельских советах. В Гомельской областной больнице установили четыре современных аппарата УЗИ. Как пояснил главный врач учреждения Владимир Бугаков, закуплены два аппарата экспертного и два высокого класса. Средства выделены Гомельским областполкомом. Три аппарата уже работают в отделении ультразвуковой диагностики. Один установлен в приемном покое. Отметим, ежегодно услугами отделения ультразвуковой диагностики областной больницы пользуется более 30 тысяч пациентов. Мозырь и Калинковичи отметили 75-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. В Мозыре торжественные мероприятия прошли на Кругане Славы. В Калинковичах митинг-реквием провели на центральной площади города. У братских могил прозвучали слова благодарности тем, кто ценой своей жизни отстоял свободу нашей Родины. Условия, приближенные к домашними, возможность больше времени проводить со своими детьми. В Гомельской исправительной колонии номер 4 открыли общежитие для совместного проживания осужденных женщин с детьми в возрасте до трех лет. До этого момента малыши находились в доме ребенка колонии. В реконструированном здании бывшей медчасти, кроме общежития, расположились участок для содержания несовершеннолетних осужденных и филиал средней школы номер 34, где получают базовое и среднее образование несовершеннолетние, а также по желанию взрослые осужденные, которые не имеют аттестата. Катание в санях на снегоходе, угощение солдатской кашей. 19 января сотрудники МЧС Беларуси отметили свой профессиональный праздник. В День спасателя в Гомеле по традиции организовали праздничное мероприятие. На площадке возле озера в 18 микрорайоне для гомельчан подготовили показ аварийно-спасательной техники, игры, конкурсы и даже караоке. В Гомельской области стартовала природоохранная акция «Поможем рыбе дышать». Необходимость ее проведения вызвана снижением уровня кислорода в воде. Наиболее сложная ситуация сейчас в Калинковическом, Жлобинском и Гомельском районах. Если не принять срочных мер, то до 30% рыбы в водоемах может погибнуть. Исправить ситуацию можно. Наиболее доступный способ – создание лунок. Большую часть своей жизни мы проводим на рабочем месте. Как бы хотелось, чтобы этот период был комфортным и безопасным. Вот только статистика отвечает – в реальной жизни не всегда так. Травматизм на производстве калечит судьбы и забирает жизни. Как обеспечить каждого правом на безопасный труд? Об этом разговор с главным техническим инспектором труда Гомельского областного объединения профсоюзов Анатолием Лапутем. Думаю, согласитесь, мы проводим на работе большую часть сознательной жизни. И как же хочется каждому из нас, чтобы этот период был не только комфортным, но и, наверное, в первую очередь безопасным. Это действительно важно? Согласна? Конечно. Самое дорогое у человека – это здоровье и жизнь. И, естественно, человек должен с радостью прийти на работу и прийти домой потом после работы. И, конечно, к сожалению, сегодня статистика по данным Международной организации МОД – около двух миллионов людей сегодня в год травмируются и гибнут на предприятии. Это серьезные цифры. Чтобы было наглядно, что в первую очередь сегодня на Гомельщине является причинами травматизма и гибели людей на производстве? Ну, сегодня машин-убийц практически не осталось. Сегодня основная причина травматизма и гибели – это человеческий фактор. Наша обеспеченность? То, что мы должны выполнять требования законодательства об охране труда как со стороны нанимателя, который же должен обеспечить безопасные условия труда, так и со стороны работника. Личная безответственность приводит к гибели работников. И это мы знаем прекрасно по тем случаям, которые произошли. И это очень емко прописано даже в директиве номер один головы государства. Кстати, говоря о показательных примерах, действительно, в том числе и в профилактике они действительно важны. Вы располагаете такими невыдуманными историями буквально несколько тех случаев, когда вот если бы не наша обеспеченность, возможно, удалось бы сохранить жизнь. Если бы наша внимательность, возможно, удалось бы предотвратить ЧП. Ну, если брать вот пример такой более наглядный, сегодня, к сожалению, даже есть рост травматизма, связанный с производством в результате дорожно-транспортных происшествий. То есть в командировку поехал человек на машине нанимателя, и в результате ДТП гибнет. И это случай связан с производством. И когда вот идет расследование данного случая, мы сразу видим основную причину. Это то, что водитель нарушил правила дорожного движения. Но это случай производственный, потому что человек ехал не просто так куда-то, а именно по работе. Другое, например, сегодня мы встречаем, когда работник, ему выдали средства идеальной защиты. Он работает на строительстве, он должен одеть каску, страховочный пояс, но он это не одел. И в результате получил травму или, не дай бог, упал с высоты и разбился. Такие случаи тоже у нас в статистике есть, и довольно часто. У нас каждый год практически гибнут люди от поражения электротоком. И тоже мы видим, что здесь безответственное отношение порой самих работников к вопросам электробезопасности. Ну, как говорят, а в осне-босе как-нибудь, и в результате человек гибнет. Такие случаи тоже у нас нередки и повторяются. Но ведь, согласитесь, далеко не все и не всегда может заметить руководитель. И здесь, наверное, задача в активной жизненной позиции каждого члена этого коллектива. Как быть, если у многих по-прежнему удобным и любимым остается девиз «Моя хата с краю»? Вы знаете, вот тут статистика говорит о том, к сожалению, что у нас в республике, ну и даже в области, каждый четвертый гибнет на работе в состоянии алкогольного опьянения. Со стороны нанимателя закон прост. Наниматель, должностное лицо должно не допустить или отстранить работника от работы в состоянии алкогольного опьянения. Но, с другой стороны, человек, работник, естественно, не должен находиться на рабочем месте и работать в состоянии алкогольного опьянения. Но каждому работнику не приставишь надзирателя. И сегодня процесс так интенсивен, производственный, что руководитель, он же не стоит над работником. И тут рядом должен быть, я бы сказал, вот своего рода помощник. У нас 11 тысяч общественных инспекторов. Слово «общественный инспектор» я бы заменил слово на «помощник». Это тот человек, который рядом находится в любом коллективе и который тоже видит, что рядом после каких-то там праздников человек пришел на работу и ведет себя неадекватно. А как от этого человека требовать отдачи и эффективности, если он выполняет свои функции на общественных началах? Ну, если говорить, вот тут наниматель должен заинтересовать работника. В любом коллективе должна быть мотивация безопасно трудиться со стороны работников. Ну и плюс, если говорить, вот эту вот тему общественных инспекторов. Условия для его работы создать со стороны нанимателя. В коллективном договоре прописать определенное время, освобожденное от основной работы, оплачиваемое для выполнения обязанностей. Вот общественного инспектора плюс самого активного, подводя итоги, допустим, раз в квартал, как это принято, вот мне нравится опыт работы Мозырского нефтеперерабатывающего завода. Там уже давно система очень отлажена. Раз в квартал общественные инспекторы, которые активно работают, видят, что они не проходят мимо, какие-то замечания, какие-то предложения записывают в журнал контроля, вот, оперативно. Устраняя, конечно, вот, и они поощряются за счет нанимателя. И это твоя эффективность. И это эффективность. За любую работу, пусть даже, так сказать, волонтерскую своего рода, надо говорить всегда спасибо. И будет, естественно, результат. Анатолий Николаевич, действительно повод задуматься для каждого. Спасибо за это интервью и до встречи в эфире. Рождение от воды и духа. Православные верующие отметили один из важнейших христианских праздников – крещение. Богослужения прошли в храмах и церквях Гомельской области. Участие в них приняли тысячи жителей региона, в том числе и наша съемочная группа. Во дворе Кафедрального собора святых Петра и Павла на крещение всегда многолюдно. В этот день православные христиане вспоминают евангельские события – крещение Иисуса Христа в реке Иордан. Считается, что освященная на крещение вода приобретает целебные свойства и сохраняет их на долгое время. И именно в этот день, почему вот наберешь, в любой день набираешь, и чистая вода там с крана или где-то, она испортится или еще что-то. А это может стоять и годы, и больше. Она имеет божественную силу, она оздоравливает, помогает верить в Бога и во все хорошее. Это очень святой праздник, очень святой праздник. Это же крестит нашего Иисуса Христа, который дает жизнь, продолжение жизни. Это самое главное. Праздничные богослужения состоялись во всех храмах и церквях Гомельской области. После службы в Кафедральном соборе святых Петра и Павла верующие вместе со священнослужителями прошли крестным ходом по киевскому спуску к набережной Сожа. Возглавил шествие архиепископ Гомельский Жлобинский Стефан. Владыка осветил воду в Иордане. И сегодня мы с вами освящаем воду, воду особую, воду для жизни вечной, чтобы человек, принимая ее и пользуясь ей, имел духовные богатства, имел глубокую веру, имел крепкое здравие, имел в своем сердце любовь к ближним. И эта любовь, божественная, побеждающая все, будет приносить человеку радость. Радость ему, радость его семье, радость и мир в нашем государстве. После освящения гомельчане начали окунаться в крещенскую прорубь. Кстати, погода способствовала водным процедурам. Яркое солнце и комфортный минус. Я бы не сказал, что холодное, так легкое покалывание. Я уже не первый раз ныряю, мне это нравится. Я никогда не болею. Но желаю всем здоровья. Чтобы зимнее купание не навредило здоровью, у проруби дежурили медики и спасатели. Согреться можно было в специально установленных палатках. Максим Савин, Сергей Лукашук. Новости недели. Национальный художественный музей в январе отмечает свое 80-летие. К этой дате учреждение выпустило обновленную карту гостя, а также готовит выставку, посвященную искусству реставрации. Юбилейным будет год и для нашего региона. Гомельской центральной городской библиотеке имени Герцена исполнится 100 лет. Гостей Герценке ждет знакомство с ее историей, коллекциями и сотрудниками, а также книжные сюрпризы, конкурсы и выставки. Подробнее о проектах библиотеки, а также других новостях культурной жизни расскажет Анна Корольчук. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этом году в Библиотеке открылась выставка живописи «Под небом голубым» гомельского художника и архитектора Ольги Копачевой. 37 работ выполнены в жанре городского пейзажа. На них изображены известные места и памятники архитектуры Беларуси. Особое внимание Ольга уделила родному городу. Не осталось без внимания художницы и архитектура Иерусалима, Санкт-Петербурга и Амстердама. Акварельные работы отличаются нежностью цветов и воздушностью. Картины Ольги Копачевой полны ярких красок и солнца, насыщенные эмоциями. Многие из них отмечены на международных и республиканских конкурсах. Традиционные рождественские встречи прошли в камерном зале Дворца культуры железнодорожников. Камерный хор и оркестр Гомельской областной филармонии, а также солистка Ольга Кузьменко подготовили для гостей лучшие композиции духовной, классической и современной музыки. Произведения Штрауса, Шопена, Вивальзи и Моцарта звучали в хоровом, инструментальном и сольном исполнении. Сюрпризом для слушателей стало соло Андрея Глазенкова на армянском дудуке. С искусством шоколада можно познакомиться в музее Гомельского дворцово-паркового ансамбля. Здесь разместилась международная выставка, которая посетила более 20 городов мира. Представленные экспонаты создавали специально для показа в Беларуси. На их изготовление ушло более двух тонн шоколада. Самый большой объект – двухметровая Эйфелева башня из 65 килограммов горького шоколада. Благодаря мастерам шоколатье вы увидите шоколадных панд, пингвинов и фламинго, белый рояль, съедобную обувь, одежду и кухонную посуду. Многие экспонаты можно трогать, например, сыграть в шоколадные шахматы или шашки. Далее узнаем, чем нас удивит следующая неделя. Спектакль «Проделки Дон Живани» представят на сцене Дворца культуры железнодорожников. Комедия затрагивает вечные темы – любви и ревности. В постановке задействованы известные актеры, а также заслуженные артисты России. В роли главного лавеласа Гоша Куценко. 24 января в кинотеатрах региона также стартуют две премьерные ленты. «Бабушка легкого поведения 2» – «Пристарелые мстители». В продолжении комедии зрителей вновь ждет встреча с обаятельным аферистом Сашей Рубинштейном и командой пенсионеров, которые перебрались в Москву. Их счастливой жизни приходит конец, когда банк, в котором хранятся сбережения стариков, банкротит беспринципный олигарх. Саша и организованная пенсионная группировка объединяются, чтобы отомстить обидчику. Американский фильм Итана Коуэна «Холмс и Ватсон» – это комедийный взгляд на приключения легендарного сыщика и его лучшего друга-напарника. Эксцентричный дуэт берется за расследование нового запутанного дела и умудряется нажить себе врагов со всего света. Холмс и Ватсон столкнутся со злым гением Мариарти, а также попытаются защитить саму королеву Англии. С культурной жизнью региона вас знакомили Анна Корольчук и Сергей Лукашук. Обзор подготовлен специально для программы «Новости недели». На этом у меня все. Мы встретимся вновь в следующее воскресенье, чтобы вместе подвести итоги недели. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова